Сергей Борисович, добрый день. Насколько знаю, недавно вы провели вебинар, посвященный образованию после кризиса коронавируса. Каковы, на ваш взгляд, перспективы образования? Выживет оно после этого, не выживет? Ну, смотрите, все, что не убивает нас, делает нас сильнее, кажется, так говорил нам Ницше. А образование, поскольку это социосистемный процесс, убить невозможно. Я даже позволю себе сказать, что, скорее всего, после коронавируса ситуация станет лучше, чем она была до него. И не потому, что я очень высокого мнения об онлайн-образовании, а потому, что, похоже, коронавирус высветил все проблемы предыдущего образования таким ярким цвет светом, что от этого уже невозможно отделаться. Вы имеете в виду внедрение баллонской системы? Да, я ведь на самом деле видел, как происходит внедрение баллонской системы. Я видел, как бывшая система советского образования заменялась на баллонскую, как удлинялся срок образования. Ну, что такое баллонская система? Давайте так вот, чисто формально. Первое. Баллонская система – это единый государственный экзамен. Очень формальное выяснение некоторого набора фактов, которые люди получили за время учебы в школе. Второе, очень важное и даже совершенно принципиальное. Баллонская система – это отказ от необходимости знать и понимать, в пользу необходимости находить и работать. Опять же, на данный момент для всякой критики. Можно вполне рассматривать... И, собственно, когда баллонскую систему-то ставили, когда вот это все начиналось, в том числе и в России, об этом были большие споры, было сказано. Интернет тогда еще делал первые шаги, с тех пор он уже их сделал очень много, но даже уже тогда говорили, зачем нужно знать, в каком году была Куликовская битва, это легко посмотреть в интернете. Зачем знать температуру кипения воды, это можно посмотреть в интернете. Зачем знать основание натурального логарифма, это можно посмотреть в интернете. Зачем, зачем, зачем? Тогда ругали старую советскую систему за то, что она перегружает школьников знаниями. Они умеют решать там кучу задач, знают кучу фактов. Но это не помогает им в их реальной жизни. А все эти знания, которые раньше требовали действительно длительной работы в библиотеке, сейчас быстро ищутся. И люди все это начинают понимать. Вот, собственно, тогда это было сказано. И это второй важный момент в баллонской системе. Не знать и уметь, а находить и пользоваться. Третий важный момент в баллонской системе. Все предыдущие образовательные каноны, так или иначе, на хорошую или на плохую, но на какую-то систему мира опирались. То есть считалось, что человек, закончившую школу, должен иметь определенное представление о том, как устроен мир. Это могло быть представление на уровне ранней натурфилософии, на уровне довольно сомнительной советской диалектики, на уровне, ну, когда, собственно, только появилась школа, там, книги бытия Библии. Но прежде чем люди начинали учить какие-то факты, им рассказывали, в каком мире они живут и как этот мир устроен. И, по идее, школьное образование в тот момент и завершалось, когда человек понимал, как устроен мир, и как тем самым он в этом мире должен жить с собой, с другими, с самим этим миром. Ну, и с целым, или с Господом, либо с тем, что Господа нет. А что по этому поводу сказала Болонская система? Картин мира очень много. Мы не должны навязывать детям одну картину мира. Мы не должны навязывать им конкретную идентификацию, национальную, культурную, цивилизационную, даже гендерную. Мы должны им давать широкие возможности свободы. Опять же, заметим, все вообще-то вроде бы так вполне себе нормально, правильно. И даже нельзя сказать, что само по себе это глупость. А главное, эта идея, что мы не должны давать людям картину мира, она в очень значительной мере была связана с технологизацией общества. Дело в том, что в предыдущем знании в мире вам были нужны знания и профессии. В технологическом обществе вам нужны не знания, а некоторые минимальные умения. И вам нужно уметь быстро перестраиваться с одной технологической платформы на другую. А чем у человека жестче задана картина мира, тем вообще он жестче сам по себе, как мыслитель. Его сложнее сбить с определенного пути и объяснить ему, что некий набор адиотизмов, который подается в СМИ, является правдой. Но тем ему труднее переучиться на новую технологическую систему. Он слишком привыкает к старой. И человек, который все свое детство писал от руки, ему требуются специальные усилия, чтобы научиться печатать на машинке. И как ни странно, из машинки он далеко не сразу переходил потом на компьютер. Опять же, сейчас этого уже никто не помнит. А я просто помню, как эти переходы делались. Это создавало своеобразные трудности. Вот это третий момент в баллонской системе. Четвертое – это деление высшего образования на бакалавриат и магистратуру. Что, по сути дела, обозначало простую вещь. У нас появился протез высшего образования, бакалавриат. Это совсем никакое не высшее образование. Но зато человеку приятно. Он вроде бы формально его получил. У него теперь есть соответствующий диплом. Что он не дал ему ни знаний, ни умений, ему не так уж и важно. Зато появилась возможность четко проводить отсечение некоторой категории людей на тех, кто бакалавриат закончил. А на магистратуру у них уже не хватает либо времени, либо денег, либо способностей. Заметим, что вообще-то ничем не отличается от статуса подмастерья и мастера в средние века. Ну и появление фигуры такой, как вечный подмастерье. Все хорошо, но шедевр сделать не удается. Вот это четвертый пункт баллонской системы. А теперь посмотрите, как все это выглядит сегодня. Можно почитать кучу высказываний российских или западных лидеров о том же коронавирусе. И понять очень простую вещь. У них нет картины мира. Нет совсем. Они не понимают, как в мире связаны различные явления. Смотрите, нам в старой советской школе тоже не давали статистику. Вообще говоря, как науку ее давали только в узко, то не во всех. Но поскольку картину мира и связи внутри этого мира нам более или менее давали, мы очень хорошо умели соотносить статистические показатели с некоторыми реальными цифрами. Мы, например, понимали и очень хорошо понимали, что только обезразмеренные показатели являются тем, с чем можно работать. И тогда вы должны считать не количество заболевших или погибших, а проценты от находящихся под угрозой заболевания или гибели. Ну, а если такую группу не выделили, то от общего числа людей. И тогда становится совершенно понятно, потому что в первом варианте вы произносите фразу «умрело 200 тысяч человек, а умрет еще около миллиона», и возникает ощущение колоссальных цифр. В другом случае вы говорите, что смертность 0,1% от числа заболевших, и вы понимаете, что это совершенно другая степень опасности, другие числа. На самом деле, да, правда. Я недавно столкнулась с одной интересной статьей, где автор, видимо, шуточно жалеет Путина про то, как он слушал доклады губернаторов. Потому что все они состояли из бесконечного потока абсолютных цифр, как относительно заболевших, так и относительно действий. И воспринять эту информацию безразмерно, как вы говорите, вернее, в отсутствии этой безразмерности, очень тяжело. О безразмеривании. Да. В том-то и дело. Я уже не говорю про высказывания типа «мы не можем прекратить циркуляцию вируса». Но человек, который может позволить себе такую фразу, демонстрировать свое полное непонимание того, как вообще организован мир вирусов, бактерий, что такое медицина, что такое эпидемия. Это даже не глупость. Но смотрите, это даже не глупость. Это как раз верство того, что баллонская система прекрасно работает. Помните, сколько-то лет назад министр образования России заявил, чему мы учим наших детей? Я вот тоже не знаю, как устроена кровеносная система ланцетника. Мы прошли круг от того, что министры, как устроена система ланцетника, к тому, что все министры не понимают, что такое эпидемия, по каким законам она развивается. Все министры не понимают, что такое экономика и по каким законам она падает. И если бы этого не понимала только власть, можно было бы придумать сейчас какую-нибудь красивую, я очень их люблю, всегда рассказываю, конспирологическую модель, что они все понимают, но вот в связи с некоторой конспирологией им выгодно играть в эту игру. Что, кстати, правда. Но я скажу другое. Но ведь эта их игра в конспирологическую картину вызывает полное понимание и одобрение на очень широком уровне. Смотрите, случилось нечто подобное 40 лет назад. Мы бы уже сейчас, и мы здесь, и в Австрии, уж тем более в Париже, получили бы молодежные бунты. Потому что молодежь, имея представление о картине мира, да еще к тому же, только что полученные по этому жесткие, воспринимали бы происходящие события исключительно как агрессию и обман. И они пытались бы восстановить справедливость, как они пытались бы это, как они это умели делать. Да, смотреть на это было бы очень неприятно, но эти молодежные бунты заставили бы сменить политику. Как в 1968 году те же самые молодежные бунты в Париже заставили генерала Деголя отказаться от удержания Алжиры и в конечном счете от власти. Случилось именно это. Так вот, сейчас как раз вся молодежь воспитана по баллонской системе. А баллонская система – это отсутствие картины мира, во-первых. А и во-вторых, предельная толерантность. Типа, ну да, может быть и такая точка зрения. В конце концов, кто объяснит нам, что они в смысле власти неправы? Может быть, так и нужно поступать. И даже если некоторая часть людей из-за своей учебы, из-за своих интересов, знают, как оно устроено на самом деле, в этой ситуации они вынуждены молчать. Но смотрите, фактически получился следующий результат. Первое. Мы, наконец, воспитали поколение людей, не имеющих картины мира. Второе. Да, это резко снижает вероятность революционных или иных относительных выступлений. Третье. Но зато это повышает вероятность разнообразных катастроф, из которых мы сейчас переживаем одну из первых. Ну, не первую на самом деле, но одну из первых. Какой отсюда вывод? А то, что мы, безусловно, открываем дорогу сверхкатастрофам, а будут ли они происходить в реальном физическом пространстве или в ментальном, даже не так уж и важно. Важно, что Смолонская система заставила общество утратить то, что можно было назвать социальным иммунитетом. Способность противовостоять социальной медийной агрессии. Способность удерживать свою позицию. И, между прочим, различать истинную ложь с одной стороны, и добро, и зло с другой. Но без этого сложно организованное общество выжить не может. Поэтому одно из двух. Либо мы действительно сваливаемся в темные века, причем довольно быстро. То есть, это вопрос 20-летия. Это уже не вопрос 30 или 50 лет. Либо мы действительно понимаем, что прошедшее испытание продемонстрировало полную неадекватность баллонской образовательной модели. И поступаем как финны, которые в какой-то момент времени убедились в том, что их система образования готовит совершенно неадекватных людей и поменяли ее полностью, оставаясь формально в рамках баллонской системы, даже особо не афишируя этот факт. То есть, придется делать замену. А главное стало выяснилось и другое. В самом начале, в 2001-м, когда еще только начинался переход на ЕГЭ у нас в России, мне предложили принять участие в этой работе. Я тогда еще был очень молодым методологом. Я сказал, что мне совершенно не нравится возникающая система, потому что она, в общем, будет готовить мелочи. На что мне сказали, да, конечно, безусловно, но большой части населения не нужно высокое образование. Вовсе даже нет. Большой части населения нужно некое... Даже не то, что минимальное знание, но нужно, чтобы их дети были заняты в школе какое-то время. Там с девяти до пяти в течение какого-то числа лет. Зато мы будем хорошо воспитывать элиты. И вот им мы дадим великолепное образование. Они будут умны, дельны, образованы. А теперь смотри, что получилось. Ровно то, что всегда можно было предсказать. Если вы плохо учите народ, вы неизбежно плохо учите элиты. Не, вы их учите лучше, чем народ, но все равно очень плохо. Знаете, я бы закончил ответ на этот вопрос с тем примером, который мне всегда казался очень важным именно в русской истории. Когда Шелихов открыл русскую Америку, первое, что он сказал, что мы должны учить местных жителей эскимосов. Чему? Русскому языку и Слову Божьему? Нет всему. География, истории, литературе, культуре. Всему, что мы знаем, мы должны их учить. Ибо сказано в Писании, идите и научите все народы. Это было сказано. Система школ была построена. И надо заметить такую деталь. И через столетия эскимосы Аляски были полностью преданы России. И были готовы выступить на ее стороне в Крымской войне. И сейчас на Аляске по-прежнему знают русский язык. Вот этот момент, мне кажется, это очень важный кусочек российской истории. И нам придется после этого кризиса перейти на систему. Учить всех максимально хорошо. Тогда на этом фоне будет отлично выученная элита. Вот именно на этом фоне. Сергей Борисович, ну вот вы как автор концепции, собственно, культурных канонов, которые должны транслироваться образованием, вы описали некоторое количество в посткризисной истории. Какой канон вы видите пригодным для того, чтобы учить всех максимально хорошо? Смотрите, к сожалению, я считаю, что катастрофа перечеркнула всю нашу работу по попытке создать в рамках будущего Евразийского союза географический канон, где география рассматривается как форма планетарной рефлексии, либо физика, либо инженерия рассматриваются как способы организации мышления. Сейчас ситуация другая. Совершенно понятно, что мы надолго перешли к дистантному образованию. И, возможно, это даже не очень плохо. Потому что дистантное образование это совершенно не обязательно говорящая голова. Дистантное образование это умение работать в очень сложных коммуникативных информационных средах. И эти среды будут созданы. Это же часть виртуального мира. Это точно будут создавать. А если это так, то у нас возникает совершенно необычный канон, в котором у вас соединяется робототехника как умение работать с мертвым, антропология и медицина как умение работать с живым, и теория управления, общая стратегия как умение работать с социальным. Вот такой совершенно нестандартный канон может получиться очень интересным решением данного кризиса. Кстати, замечу, что три его составляющих по меньшей мере так подобраны, чтобы предотвратить любую попытку, по крайней мере, этого типа кризиса хотя бы еще раз повторить. Очень интересно. Ну что ж, будем смотреть, не будет ли ростков в направлении этого канона. Спасибо, Сергей Борисович. Попробуем сделать, в крайнем случае и сами. Спасибо. Продолжение следует...